В Крымске началось первое слушание по делу о наводнении. В этот раз оно проходило в стенах социально-культурного центра. Здесь малый зал на некоторое время превратился в помещение для судебных заседаний. Оглашение обвинительных материалов по делу халатности чиновников при наводнении в Крымске может занять два дня. Об этом присутствующих предупредил судья Абинского районного суда Владимир Макаренко. Все материалы по делу содержатся в 20 томах. По делу проходят 136 потерпевших, в зале присутствовали около 50. Подсудимый, экс-глава Крымска Владимир Улановский, сидит в зале, так как он находится под домашним арестом. Рядом с ним экс-глава Нижнебаканского сельского поселения Ирина Рябченко, которая находится под подпиской о невыезде. Бывший глава Крымского района Василий Крутько и замруководителя по предупреждению чрезвычайных ситуаций Виктор Жданов находятся за решеткой. В окружении охраны следователям удалось установить, что к столь серьезной трагедии привела халатность подсудимых. По мнению следствия, Крутько, Улановский и Рябченко дали указание подчиненным задним числом составить официальные документы, содержащие лживые сведения о заседании комиссии под чрезвычайной ситуацией, введении режима ЧАЭС, а также оповещение населения. Один из обвиняемых, Виктор Жданов, планировал нажиться на трагедии. Он внес свое жилище в список домов, пострадавших в результате стихии. При этом его дом даже не находился в зоне бедствия. Потерпевшие от наводнения говорят, что от суда ждут справедливости. А теща обвиняемого, Виктора Жданова, Татьяна Чулакова, заявила, что ее взять не виновен. Президент отметил так. Все жители города Крымска должны получить по 10 тысяч, так как они пострадали. Не было электричества, не было газа, вокруг была вода какое-то время. Понимаете, это же несправедливо. Почему его обвиняют в этом? Мошенничество. У него трое детей, четверых он воспитал, один уже вырос, уже служит родине. И он теперь виноват. Какой же он мошенник? Он 25 лет служил родине в звании подполковника. И он, это, я вообще не могу, у меня слов нет. По словам пенсионерки, Жданов ночью, когда началось обладнение, отправился спасать людей. Потом он уже не смог вернуться в город, так как проезд был перекрыт водой. Один из потерпевших по Крымскому делу требовал компенсации в 2 миллиона рублей за моральный ущерб. Другой потерпевший подал ходатайство о возможности ознакомиться с материалами дела. Суд начался утром в 11 часов и продолжался в течение дня. Бывшему главе Крымска Владимиру Улановскому потребовалась медицинская помощь. Во время заседания ему стало плохо. После представления прокурором обвинительного заключения в адресу Улановского, его адвокат попросил сделать перерыв, чтобы вызвать скорую подзащитному. Медицинскую карету судья вызвать разрешил, но в перерыве отказал и процесс продолжил. Более подробный репортаж из зала суда смотрите в четверг, 16 мая, в программе Новости 24 Крымск.